Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная глава Рье, чудесная глава. Ну, во-первых, я родился в эту главу, это уже хорошо. Во-вторых, эта глава знаменует самое главное. Сегодня мы вступили в такой период, когда уже в шаббат мы будем благословлять Иллу, новый месяц. И начинается с начала Иллы, те 40 дней знаменитых, которые остаются человеку перед вынесением главного приговора в его жизни на Рошашина. А вообще, вот обратите внимание, давайте об этом, кстати, поговорим. Маше Робейну пребывал 40 дней на небеса и три раза поднимался, и все три раза по 40 дней. Не будем представлять. Первое восхождение – это приторвание Торы, второе восхождение – это после греха Золотого Тельца, и третье – Мрош Ходыш Месселлу. Он продвигается еще на шаг, чтобы просить прощение, уволяет Бога, восстановить отношения и так далее. Итак, всемышний смилостился над евреями, Маше спустился вниз, а спрашивается, отчего 40 дней. Почему каждая встреча Маше с Создателем длилась 40 дней? Ведь вся Вселенная была создана за шесть, причем с рекордной скоростью. Почему Бог не мог выучить Маше за пару часов всем премудростям? Тем более, что каждое восхождение было связано с огромными чудесами. Маше должен был жить, не кушать, как ангелы, и еще и там люди возмущались. Почему? Любавический Рэбе в одной из своих бесед говорил, что восхождение Маше на 40 дней охватило три основных элемента еврейской жизни. Это Тора, молитва и Чува, раскаяние. Первый раз 40 дней он изучал Тору, второй раз для молитвы за Израиль поднялся, и третий раз ради просьбы о прощении. Поэтому у Мили была создана такая реальность. Внимание, путь к достижению успеха, сказали мудрецы. Во всех областях, раскаяние, молитва, прощение от Чува, все для всех связано с числом 40. Такая реальность в этом мире. Время милосердия распространяется на 40 дней. А в чем причина этого? Рэбе объяснял, что каждый человек несет нож, которую он хочет избавиться. Кто-то полный, кто-то худой, кто-то курить бросит хочет, кто-то скупой. Я говорю, проблема в том, что легче вы, сказали мудрецы, что легче выучить весь Талмуд и стать там, не знаю, великим мудрецом, чем изменить что-то в своей душе. Вот эта работа с собой, это как приручение кошки, знаете, она всегда останется кошкой, очень сложно с человеком. И прощение, знаете, как я говорю, анекдот был, я говорю, курить бросить, самое легкое, я уже бросал тысячу раз. Поэтому свой характер мы получаем при рождении, а потом мы с ним только работаем. Обрабатываем, ограниваем, но мы не можем получить взамен себе другой. Сказано в Талмуде, в трактате Брахот, что для формирования эмбриона в утробе матери требуется сколько? 40 дней, конечно. Именно за это время молятся о поле ребенка, но через 40 дней форма зародыша создана, им нельзя просить уже о поле ребенка. Сюда мы опять узнаем основу. 40 дней еще и время для создания любой новой формы. Кабала говорит, чтобы добиться прогресса в жизни, нужна 40-дневная последовательность. Месяц в ТЛУ, который начинается, предоставляет нам такую уникальную возможность. С одной стороны, нам даются 40 дней, чтобы нести изменения, а с другой стороны, изменения обязательно произойдут, если мы сосредоточимся и будем последовательным. И единственный способ воспользоваться возможностью вот этого месяца милосердия, который наступает, это выходить каждый день из рутины на полчаса. Выключать телефон и полчаса хотя бы подумать о духовности, отключившись от всего. Скажи, я возьму телефон и через полчаса мир не остановится. Всевышний говорит сегодня каждому человеку, хорошо, я даю вам 30 дней, месяц в ТЛУ, с первого дня, еще 10 дней в ТЛУ. Итого у вас 40 дней, за которые вы можете избавиться от ваших каких-то дурных привычек и достойного поведения. Вы должны скрыться в эти дни, убежать в город-убежище. А город-убежище это месяц ТЛУ, поселиться там сейчас срочно и устроить свою жизнь новым образом, совершив самоанализы, раскаяния. Потому что человек пришел в этот мир не для того, чтобы просто наедаться, напиваться и так далее. Вы можете легко исправить и заслужить спасение всех обвинений, которые... Опять же, каждый будет стоять и кричать, запиши меня в новый сладкий хороший год, стоит попробовать. Ничего же Бог не просит такого. Он говорит, остановись на полчаса в этом потоке жизни и все. Обычно, обратите внимание, все духовное, это какая-то роскошь, такая приправа к жизни. Предпочтение отдаются добывание денег, сну, карьере там. Но вот как бы немножко помолиться, немножко предаться религиозному размышлению. Люди готовы только при сложных обстоятельствах жизни или откладывают потом. Что же мы делаем? Мы заставляем Бога посылать нам сложные обстоятельства, вместо того, чтобы самому остановиться. Надо самому остановиться, обдумать приоритеты, для чего я живу все-таки. Не для того, чтобы только есть и спать. Необходимо установить себе режим для духовных занятий, придерживаться его дорожайшим образом, особенно в эти дни. И тогда все будет хорошо, и мы пойдем к хорошему приговору. Браха вы от слуха, хорошей недели.